Георгию Фоменко всего 10 лет, но он уже с первого взгляда может определить Дымковскую, Петровскую, Филимоновскую и Каргопольскую игрушку. Ведь все они были сделаны умелыми руками юного творца. Эта игрушка, она филимоновская, она лепится из белой глины. Она вся, она не расписывается, расписывается только вот ее руки, вот руки расписываются, плаки тут, уши, рот и нога. В организации поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью говорят, дети с ограниченными возможностями, но с безграничными способностями. Глядя на эти работы, вообще сомневаешься, что их сделали дети. Портрет Путина, Скобелева, Тургенева и это далеко не весь список. Секрет в том, что здесь происходит инклюзивное образование, отличительная черта которого в том, что особенные дети занимаются наравне и вместе с обычными ребятами. Это помогает им не чувствовать себя оторванными от общества. Но социализация не главная задача. Одно из основных направлений профориентация, а вместе с тем и раскрытие талантов. На всех конкурсах, например, конкурс по чтению, который был, когда они читали художественное стихотворение, да, у нас девочки, например, с 26-й школы незрячей читали и попадали в ряд. Художественное прочтение стихотворения было такое, что обычные дети плакали. И вот они показали, что среди обычных детей есть дети с особенностями, которые раскрывают свой талант так, как тем еще нужно к этому таланту подойти, к вершинам этого таланта. Сейчас здесь занимаются 20 детей. Фаворитом среди занятий является выжигание по дереву. Необычная резная визитница, утонченная балерина, шкатулки и портреты самых разных людей. Все это под чутким руководством педагогов делают сами ребята. Это занятие они считают крайне интересным. Меня привлекает то, что здесь есть танки, на которых можно вырезать. Здесь можно на компьютере научиться, на самом, как это делать. Мне нравится то, что картинки тут рисуют, а потом выжигают их на дереве. Мне здесь нравится. Тут можно сделать чего-нибудь нового. Я все хожу, здесь много чего красивого. Новые технологии добрались и сюда. Этот увлекательный процесс происходит на лазерном станке для резки и гравировки. Сначала макет создается в графическом редакторе, после чего одним нажатием кнопки происходит выжигание. Инициатором идеи создать ту или иную вещь, игрушку или портрет являются сами дети. Они готовят макеты, им хочется игрушек, какие-то изделия. Приходят сюда ко мне, и мы уже подключаем их через компьютер, выводим нарезку. То, что они уже придумали сами. И потом эти изделия, они уже забирают себе домой. Помимо творческого развития в организации поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью с самого детства, учат ребят беречь природу. Для выжигания используют обычную фанеру и срезы деревьев. Чаще всего это вторичное использование. Бывшие ящики от промышленной аппаратуры, некондиционная фанера и европоддоны превращаются в настоящее произведение искусства. Еще одна важная задача, которую здесь реализуют, это сохранение исторической памяти. Дети не только готовят портреты знаковых исторических и современных личностей, но и знакомятся с их судьбами, а значит и с историей своей страны.